Добрый день! Это шикарнейшее растение называется мединила. Мединила представляет собой экзотическое комнатное растение. Род насчитывает около 200 различных видов, включая в себя кустарники или эписиты. В природе достигает высоты более 2 метров. Ценится за декоративную листву и не менее декоративные цветения. Так как мединила относится к тропическим растениям, которые любят высокую влажность воздуха, то в комнатных условиях поддерживают необходимую влажность. Для этого мединилу регулярно опрыскивают мягкой, отстойной водой. При опрыскивании не рекомендуется допускать попадания влаги на цветки. Повышенная влажность и достаток света напрямую влияют на цветение мединилы. В случае неправильного ухода цветение будет редким. Поливать обильно, так чтобы почва всегда была увлажненной. В зиме полив сокращают. В период активного роста каждые 2 недели вносят подкормки минеральными удобрениями. Зимой растения не подкармливают. Летом проводят формирующую обрезку. Пересадку осуществляют после окончания цветения каждые 2-3 года. При пересадке гашок выбирают по объему чуть больше предыдущего. Мединилу размножают черенками, отводками или семенами. Черенкование осуществляют после окончания цветения. На черенки берут часть водега с двумя-тремя междоузлиями. Основание черенка обрабатывают стимулятором корнеобразования. Черенки укореняют в песке, под пленкой и при температуре около 28 градусов. Время от времени черенки проветривают, снимая пленку. Укоренившиеся черенки сажают в отдельно небольшие горшки. Для стимуляции ветвления молодые растения прищипывают один раз. В течение лета обеспечивают регулярный полив и подкормки минеральными удобрениями. Удобрения вносят раз в 2 недели. Через год проводят перевалку растения в горшок побольше. Для размножения отводками на ветке делают небольшой надрез. Затем надрез оборачивают влажным мхом. Можно увлажнить стимулятором корнеобразования. Поверх которого наматывают прозрачную пленку. После появления корней отводок отделяют ножом и сажают в легкий плодородный субстрат. В любом случае первый год жизни должен быть без периода покоя. Иначе говоря, в течение всего года растениям обеспечивают повышенную влажность воздуха, полив, содержание в тепле и подкормке. Могут возникать трудности из-за недостаточно повышенной влажности воздуха и освещенности. Среди вредителей выделяют червецов, паутинного клеча и щитовку. Впрочем, как и у всех домашних растений. Вот такая вот красота. Всего доброго Вам! Успехов в выращивании этого необычного растения! И до свидания!